Александр Антонюк, политический эксперт и военнослужащий вооруженных сил Украины. Александр, здравствуйте. Приветствую вас. Давайте для начала об армии Северной Кореи я вас спрошу. Все-таки КНДР очень милитаризованная страна и режим, но мы чаще всего видим их армию на масштабных, пожалуй, очень масштабных парадах. А кроме парадов они на что-то вообще способны? Что за армия у этой страны? Если мы говорим сейчас о личностном составе, то это приблизительно 200-300 тысяч личностного состава, который входит уже, скажем так, в корейскую армию. То есть там не учитывая сейчас их таких спецслужб. По опыту военных действий, естественно, у них как такового, естественно, нет. Но тут нужно, опять же, смотреть, в том числе и по их техническим обеспечениям. Это все их вооружение, в принципе, это по технологии еще Советского Союза и по их, как бы, таким лицензиям. Но участие в боевых действиях на территории Украины – это как раз то, что может дать их армии, как они считают, неоцененный опыт. И когда даже в вашем сюжете говорили об угрозе Южной Кореи, то, в принципе, эту угрозу нельзя отставлять в долгий ящик, потому что она действительно реально существует. Те 11 тысяч, которые сейчас переброшены на обучение на территории Российской Федерации, ну, поскольку мы так понимаем, 2-300, ну, условно, до 3 тысяч личностного состава, скорее всего, будут переброшены на курское направление. Другое какое количество, ну, будем видеть, ну, я так понимаю, что все равно будут они перебрасывать в России там на приграничные, в первую очередь, зоны для того, чтобы высвободить состав русской армии, для того, чтобы продолжать те наступательные действия, которые они делают в Донецкой области, скорее всего, опять же, под зоной риска, то, что можно оценивать южную часть Украины, ну, естественно, и харьковское направление тоже, в принципе, у нас все-таки под, скажем так, под таким давлением. 11 тысяч – это действительно, скажем, ощутимая цифра. Сказать, что она стратегически может решить какие-то задачи для российского режима? Скорее всего, что нет, но все равно это для нас тоже ощутимо, и это тоже эти риски нужно учитывать. И с точки зрения геополитики тоже еще один, как бы, ключевой тезис, который нужно все-таки озвучить. Это по существу коалиция двух ядерных государств против одной неядерной державы. Это все-таки тоже глобальный вызов для всего цивилизованного мира. И кроме того, что вот заявление там на уровне ООН о нарушении их резолюции, мне кажется, все-таки тот вызов, который создают тоталитарные режимы, он более глобальный, чем просто резолюции. Насчет ООН, ну, тут тоже уже отдельная дискуссия, насколько сегодня эта организация соответствует своим, скажем, главным принципам. И, в общем, способна ли она уже на реализации то, на что она была в свое время создана. Северная Корея, давайте о цифрах продолжим немножко. Северная Корея отправила 3000 солдат в Россию для поддержки ее войны против Украины. Это заявили южнокорейские парламентарии после брифинга Национального разведывательного агентства. Это количество в ДОЭ превышает предыдущую оценку Сеула. Всего Пхеньян обещал предоставить в общей сложности около 12 тысяч солдат. Их переброска, как ожидается, будет завершена к декабрю. Это все сообщения южнокорейских законодателей. Посмотрим отрывок из их заявления. Российские инструкторы считают, что северокорейские военные обладают превосходной физической и моральной подготовкой, но не понимают современных методов ведения войны, таких как атаки беспилотников. Поэтому может быть много жертв, если их отправят на передовую. Также есть признаки, что северокорейские власти переселяют и изолируют семьи, чтобы эффективно контролировать их и полностью пресекать слухи. Тема наша заглавлена. Чем могут ответить союзники Украины? Давайте начнем с Южной Кореи. Каков может быть ответ на вот эту новость, такую растянутую во времени, о том, что северокорейские солдаты будут теперь частью российской оккупантской армии? Ну, в первую очередь нужно сказать, что сейчас Главное управление разведки, Министерство обороны Украины, запустило программу «Хочу жить». То есть и уже сделаны там ролики и серия обращений к северокорейским солдатам на их языке. И, насколько я так понимаю, одна из помощей Южной Кореи – это, во-первых, предоставление специалистов, которые будут работать и с пленами, и в том числе, я так понимаю, по разведательным перехватам, потому что, в принципе, понимать язык, их не нужно оперативно, и реагировать, и вовремя принимать другие оценки для принятия решений. На уровне государства, то есть если мы говорим там вооружение, естественно, надеюсь, лично я, я так думаю, что какой-то вид вооружения со стороны Южной Кореи тоже, наверное, будет таки предоставлено, потому что, в принципе, технологически Южная Корея – одна из передовых стран, и арсеналы их тоже, в принципе, достаточно обеспечены. Если Южная Корея поделится с Украиной, это может решить много тоже ключевых вопросов, в том числе, для начала, политических. В каком контексте? В том, что даже создание эффективной коалиции тоталитарных режимов не сможет добиться тех целей, которые они себе поставили. Еще давайте о союзниках. Значительной эскалацией назвала информация о вероятной отправке северокорейских солдат на войну против Украины. Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что уже обсудил этот вопрос с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем. Кроме этого, стороны говорили об оборонно-промышленном сотрудничестве и взаимосвязанной безопасности в Индо-Тихоокеанском и Евроатлантическом регионах. Что НАТО может ответить на это? Для начала, я думаю, что на уровне главных создателей Альянса нужно принять уже наконец-то политическое решение и пригласить Украину стать членом НАТО. Давайте начнем с маленьких шагов политических. Дальше второй этап, я считаю, что на уровне НАТО уже должны быть разные подготовки и учения, в том числе усиления наших позиций в плане обеспечения нас вооружения и, наверное, все-таки то, что мы говорим, главные наши задачи, которые нам нужно решить, это обеспечение нам безопасности в нашем небе. Я думаю, что если НАТО начнет уже двигаться в этом направлении, то это будет очень хороший ответ на те попытки эскалировать военный конфликт. И это будет очень четкий сигнал, в том числе и для России. А на угрозы, ядерные угрозы насчет шантажа нанесения удара по Украине или по другим государствам, я думаю, что, наверное, тоже нужно быть готовым провести учения с испытаниями ядерного оружия, чтобы показать и Кремлю, и другим странам, в том числе и Пхеньяну, в том, что этот шантаж не рабочий. Ну да, не только Пхеньяну, но и всей этой оси, которая так отчетливо на наших глазах начинает объединяться. И это, конечно, в педагогических целях абсолютно с вами согласен. Но дело в том, что Китай как раз является, он хоть и один из бенефициаров этой войны и этого глобального конфликта, но как раз Китай менее всего заинтересован ядерным противостоянием, особенно на Евразийском континенте. Это тоже фактор, который нужно учитывать. Фактор сдерживания, как принято говорить. Спасибо, Александр, большое за вашу экспертизу. Всегда вам рады. Александр Антонюк, политический эксперт и военнослужащий Вооруженных сил Украины, был гостем этой части эфира. В телеграм-канале Freedom только самые важные новости. Мы оперативно сообщаем обо всем, что происходит в Украине и мире. Подписывайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова